Ускорить расчистку крови или тротуаров от снега. Такую задачу поставила перед районными администрациями глава Самары Елена Лапушкина на совещании в администрации города. Ночные отрицательные температуры днем сменяются плюсовыми. Нужно исключить падение наледи с крыш. Проводить работу должны управляющие компании. Задача районных властей – проконтролировать их труд. Качество расчистки проверяет ГАТИ. В отношении недобросовестных управляющих компаний составляются административные протоколы. То, что касается по общественным пространствам и по набережным и скверам, также работы ведутся. По зачистке, так как территория была почищена в основном пешеходные дорожки до уплотненного снега, сейчас идет зачистка до твердого покрытия. За минувшие сутки с улиц города было вывезено 6078 тонн снега. Всего с начала зимнего периода – 367 750 тонн. Сейчас продолжается расширение дорог, убираются снежные валы. Работы ведутся и днем, и ночью. С повышением температуры тает снег, проводится откачка воды с дорог и улиц. Продолжается открытие дождеприемников. Из 1322 на сегодняшний день открыто и пролито горячей водой 763. По поводу не очищено до асфальта – да, согласна. Не всегда за один день мы можем этого сделать, но в связи с перепадами температуры с плюсу на минус, вы сами понимаете, что очень скользко. Поэтому противогололедные материалы должны использоваться и более активно. Обращаю на это ваше пристальное внимание. Кроме того, продолжается работа по подготовке документов на замену лифта в многоквартирных домах города. Напомним, о выделении средств из федерального бюджета на замену лифтового оборудования заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на рабочем совещании по вопросам ЖКХ. Всего в ближайшие два года в области планируют заменить около полутора тысяч подъемных механизмов. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События.